Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Чувствую сильную подавленность. Депрессия затянулась после поездки в соседний город, где живут родители и сестра. Но давно там очень не была, ввиду невозможности выстроить адекватные взаимоотношения с роднёй. В этот раз сестра отобразил меня в квартиру, родители у неё пошли на поводу, так же как и в мае этого года, когда она со сверстниками нашла меня в мессенджерах и устроила правду с матом, после которой родители не приняли ничего от слова совсем, извиняться тут тоже не подразумевается. Собственно, опускаются руки от бессилия, учитывая наличие массы проблем и заболеваний, помогите выйти из новолючицы, к тому же апатии, так как переедание, могу заставить себя даже просто выйти из дома и войти в обычный режим. Вообще-то у нас уже полностью бороться с этих людей, которые любить и ценить мне собираются очень давно. Ну что же, давайте мы с вами для начала пройдёмся по пунктам, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Значит, вы не были давно в городе, в соседнем, вот, потому что там есть, собственно, люди, получается, значит, ваши родственники, с которыми у вас не выходят налаживать отношения. Вы едете туда, несмотря на невозможность, ну, выстроить отношения с ними, вот. Это то, что вызывает первый, наверное, вопрос. То есть вы на что ожидали и на что надеялись, когда ехали в город, ну, к ним? То есть вы ожидали, что люди как-то будут себя вести, ну, не знаю, по-другому иначе, что вот... Поехали. То есть для чего вы поехали? Вот. Это первое. Второе. Как мне кажется, вас задели те события, которые вы обснали. То есть вам они как-то причинили боль, вот. И, на мой взгляд, очень важно увидеть этот момент, увидеть момент того, что, собственно, ну, вследствие чего вам вот так больно, то есть, ну, вот, в результате чего вам так больно, да? То есть что, чем вас задевает, вот, грубо говоря, ну, грубо говоря, реакция людей, да? То есть вот, например, вот, этого человека, который вас, так скажем, ну, травил, травил, получается. Вот. То есть какая-то вот такая история здесь, как мне кажется. Вот. Вам желательно, конечно, увидеть, ну, как минимум увидеть этот момент, как минимум его увидеть, стараться. Вот. Чтобы как-то для себя определить, где вот вам прямо-таки больно. Где и в чем вам больно, да? Вот. Это, ну, такой вот момент, как мне кажется, довольно важный, довольно серьезный. Следующее, на что хотел бы обратить ваше внимание, я... Это то, как мне видится, опять же, весь этот аспект. Это момент того, что вы как будто бы ждете от людей, ну, вот, каких-то извинений, да, того, что к вам будут как-то, ну, как-то по-другому относиться, может быть. Вот. То есть, ну, как-то вот вы, на мой взгляд, ну, как-то вот, на мой взгляд, вы прямо надеетесь, ожидаете... того, что будет как-то иначе, ну, 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 вот, что как-то по-другому к вам будут относиться в общем, в общем и целом людям. Вот. Это ожидание, на мой взгляд, оно как раз таки вам что-ли, ну, мешает. Вот. Это ожидание как раз таки, как будто вам причиняет, ну, ну, болезненность, вот, довольно, довольно сильно получается, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Как мне видится, повторюсь, то есть тут нужно, с одной стороны, вам больно, у вас, ну, понятное дело, что есть обида, ну, вот, с одной стороны, и с одной стороны, вам, ну, тяжело и неприятно. И это нормально. С другой стороны, вот, есть какое-то, вот, внутреннее, ну, как бы, требование, да, ну, вот, того, чтобы люди как-то, ну, осознали, увидели, что они делают что-то не так. И это вот достаточно тяжело, больно и неприятно вам. Поэтому обиду здесь желательно прожить, вот, именно, именно обиду желательно прожить, вот, чтобы она вас не отравляла, чтобы она вам не мешала как-то. И поработать с ожиданиями, вот, и поработать с ожиданиями, в этом смысле. То есть, поработать с тем, ну, как раз, чтобы не было вот таких вот ожиданий у вас завышенных, ну, не совсем, может быть, ну, скажем так, реалистичных. Вот, чтобы вам было полегче, да, как-то попроще. Поудобнее. А, как-то адаптироваться, как-то обращаться с теми чувствами, которые у вас есть. Вот. И, значит, последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что есть ощущение, что вам не слишком интересна ваша жизнь. Вот. Есть такое ощущение у меня, по крайней мере. Есть такое чувство, что вот не слишком, не слишком вам интересна ваша жизнь. То есть, не слишком вам, ну, не слишком у вас, не слишком развит, вот, что называется, контакт со своей жизнью. Вот. Я бы так это сказал. И, на мой взгляд, вам с этим, ну, с этим нужно работать в первую очередь. После того, как будут проработаны обиды и, ну, и так далее. Вот. Как мне видится. Вот такая примерная история. Такой примерный ответ я мог бы вам дать сейчас с точки зрения психологии, да, с точки зрения, ну, с точки зрения психотерапии. Ну, вот. Такая вот история. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Обращайтесь. 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 Обращайтесь.